30 октября в 6.30 утра в городе Гагра лопнула стена резервуара с водой, в результате чего было полностью затоплена улица Апсхалиона. Большой напор воды нанес значительный ущерб жилым домам. Были полностью выведены из строя линии водопровода и электропередач по улице Апсхалиона. И только по счастливой случайности никто из горожан города Гагра не пострадал. Произошел обвал одной из стен водозабора нашего 3,5 тысячи кубов вместимостью, которая снабжает фактически большую часть города. По поводу причин произошедшей ситуации создана правительственная комиссия по председательству премьер-министра. Вчера на место выезжал лично премьер-министр. Его сопровождали специалисты и руководство управления капитального строительства. На понедельник, то есть на завтрашнее утро намечены приедут сюда специалистов из управления капитального строительства и обходстроя, которые дадут окончательное заключение по поводу того, что стало причиной этого обрушения. Это не новый резервуар, это резервуар 1974 года постройки, эксплуатировался более 40 лет. Его техническое состояние, изношенность и все эти параметры привели, скорее всего, к вот этой ситуации. Больше всего от потопа пострадали два дома, находящихся буквально в 200 метрах от резервуара. В одном из них потопом разрушила стену строения. Вода поднялась настолько высоко, что даже затопила вторые этажи жилых строений. Почти все, что находилось в домах, начиная от стены полов, заканчивая техникой и вещами, пришло в негодность. Невооруженным глазом видно, что ущерб от потопа этих домов составляет сотни тысяч. По тревоге были подняты все коммунальные службы города Гагра. В течение двух дней водопровод и электричество на улице Апсхалиона было восстановлено. Но это только начало, ведь необходимо оказать помощь и пострадавшим жителям, дома которых находятся в полуразрушенном состоянии. По словам главы города Гагра, специально созданная комиссия будет подсчитывать размеры ущерба. Создана государственная комиссия, я уже говорил, по председательству премьер-министра, она будет оценивать сложившуюся ситуацию. Помимо этого, мы со своей стороны создадим, вернее, работа уже началась, мы делаем подворовой обход всех, кто пострадал так или иначе от этой стихии, ситуации, которая случилась. Я уверен в том, что мы найдем возможности и в этом нас поддерживает руководство страны. Я регулярно докладываю президенту о сложившейся ситуации, об устранении последствий и так далее. И могу заявить о том, что каждой семье, которая пострадала от удара этой воды, будет оказана материальная помощь. Сейчас мы будем определять, сегодня и завтрашний день, в ближайшие дни мы будем определять степень размера ущерба, который понесла каждое домовладение, каждая семья. У кого-то произошло подтопление практически всего первого этажа, мебель, руктехника вышли из строя, некоторых людей менее затронула стихия, залились дворы и так далее, расчистка произошла. Но мы будем определять характер и степень ущерба и сделаем все возможное для того, чтобы была оказана соответствующая помощь каждому жителю пострадавших домовладениях. Так что же в итоге послужило причиной катастрофы? Существует множество версий от трещины в резервуаре до подземного толчка. О причине потопа после проверки сообщит экспертная комиссия во главе с премьер-министром.